Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Игорь Марышенко А.Кулакова Финансованием местовых инициатив Редактор субтитров А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Життя А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Гомеля от природных и техногенных надзвычайных ситуаций обмерковались сегодня на посяжении гарвы Канкама. Летость означена снижение колькости пожаров и гибели на их людей. Причина большинства трагедии – неосторожное выходжение с огнем. В 80% выпадка у пожары стали выником злоуживания алкоголем. И это диктует на керунке профилактики, у которых варто рухаться больше активно. Очень сильно сейчас работаем с асоциальными гражданами, ведущими социальный образ жизни, злоупотребляющими спиртными напитками. Сейчас с ними проводится очень большая и плодотворная работа для уменьшения, снижения их гибели в первую очередь. Есть списки, по которым мы анализируем, где они проживают, пытаемся помочь им трудоустроиться. Предлагаем им направление на здоровье, проводим разъяснительную работу. Делается все возможное, чтобы их вовлечь в нашу социальную среду. Гэты обовязки ускладены на наглядальные комиссии. Летость, дякуючи им, отрымалася выявить и ликвидовать больше, как полторы тысячи факторов риски. Свою работу комиссии протягивают и селета. Особную увагу на посаджение звернули на питание техногенной безопасности. На территории Гомеля находятся четыре химично-небеспечные предприемства. Не все из них обсталеваны системами обвестки про погрозы надзвычайных ситуаций. Гэты недохоп доручено выправить. Администрациям района у города так само доведено принять меры по попереджению сгорания сухой рослинности. У Гомеля отбылось и урочистое узнагороджение пераможцев областного этапа республиканских огляду конкурсу «Дитячая творчасти. Вратовальники. Вачима дятей». Что годовый республиканский конкурс проводится у девятнадцатый раз. Его холодная мета – популяризация профессии вратовальника и пропаганда безпеки жития-дейности и здорового галаду життя сиротшкольников. Наученцев стану эдукации Гомельщины представили на конкурс малюнки, плакаты, скульптуры и модели пожарной аварийно-воротовальной техники. Узнагороды в разных номинациях отримали больше, как 50 удельников. Работы пераможцев и призеров конкурса отправятся в Минск для удела в республиканском этапе. Ребенок дома, рисуя рисунок, подделку, соответственно, в этом возрасте участвуют и родители. Как говорят, задавая домашнее задание ребенку, учитель метит в ученика, попадает в их родителей. В виде их ригде вовлекаются все семьи. У нас первое место в этом году заняло дошкольное учреждение среди республиканских всех. То есть мы подводили итоги, присутствовали тоже ваши коллеги. И наш садик занял первое место. Соответственно, мы всегда в призерах. Первое, второе, третье место у нас есть. На Гомельщине стартовала республиканская акция «Чистый водоем». Парады куздов жрек и озер наводят члены областной организации Белорусского товариства поляуничных и рыболовов, супрацовники Комитета природных ресурсов и Аховы новокольного сяродзя, а так само студенты и школьники. Долучились до акции и наши корреспонденты. Акция «Шистый водоем» в нашей краине проходит четвертый год. Задача наведения парад куколя водоемов и выхования экологичной культуры сяродносельництва. По куль такая проблема и снуе. Громодяне, которые отпочиваются на природе, периодично забывают убрать за собой сметти. Много отдыхающих, особенно тех, кто распивает спиртные напитки, впоследствии забывают за собой убрать. Поступают не по-хозяйски, не как в своем доме. Бросили, нагадили и ушли. Соответственно, следующие люди, которые приезжают отдохнуть на это место, зачастую живописное место, вынуждены сталкиваться с такой проблемой, как убирать отходы после других. Коли граждане не думают, что покинутое смете наносит шкоду природе, то повинны памятать об отказности. Штрафы могут досягать 30 базовых величин. Пауторное порушение на протягу года у вогули может характеризоваться, как криминальное деяние. И тем не менее, у опошней часы ситуация выправляется. Удельники акции означают, что зараз у основным приходится убирать пластиковые бутыльки. Ранее находили шкло, железо и навод будовнейшие материалы. Убирается мусора очень много, но и вместе с тем, как позитив, можно высказать то, что на сегодняшний день количество убранного мусора становится меньше. Вместе с тем, это говорит о определенном сдвиге, о том, что акция свою определенную позитивную цель выполняет. Активную допомогу подчас акции оказывают и школьники. И они уповнены, что особистый уклад в такую добрую справу – лепший приклад для переймания. Мы должны заботиться об окружающей среде, и, естественно, поддерживать ее в надлежащем виде, а именно чтобы была такая возможность жить в чистом мире. Акция «Шестый водоем» протягнется до 28-го красовика, однако работа по наведению парадку к этим не обмежуется. Его необходимо подтримать постоянно. И завсюду память такую простую и знаемую всем истину, что чистое не там, где прибирают, а где не сметить. Дмитрий Котов, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Завтра у Международный день земли. У «Гомеля» отбудется первый в Беларуси эко-марафон. Организаторы подрихтовали два маршруты. Первый – корпоративный, будет самым массовым. Удельникам треба будет передолять крыху больше, чем 6 километров. Подрихтованные бегуны выйдут на старт классического марафона. Дистанция – 42 километра, 195 метров. Маршруты будут пролегать по улицах «Гомеля». Для удела у экологичном марафоне зарегистровались больше, чем 4 тысячи человек. Старту 11.01 на набережной Ракисош – Палацево-Паркового ансамбля румянцевых паскевича. Да уваги автомобилистов – по маршруте марафону будут перекрывать рух транспортом. Для премьерного показа «Киностушки. Кухня. Пошняя битва» у «Гомеля» шукали двойников Дмитрия Нагиева. Напереды дни у кинотеатра имя Калинина они приняли удел у яскравым шоу. Выход на великые экраны российской комедии предприемство «Кинотаур» вырошило сделать запоминальным. За несколько дней до премьеры объявили кастинг двойников знакомитого актера и шоумена. Увы, некомогчимость у васобить его ролью досталась гамельчанам Валентину Михайлову и Виталию Шамрову. Со своими актерскими задачами непрофессиональные артысты справились выдатно. На протяжении, скажем так, года два, может три, некоторые люди говорили, что в городе похож при встрече. Вот Дмитрий Нагиев идет. А тут буквально недавно увидел объявление на сайте. Пришел попробовать, пришел. Это немножко как-то прельщает, потому что Нагиев все-таки великая звезда. Ну, по крайней мере, мне так он нравится точно. Как эти типажи брутальности мужчины и тому подобное. Ну, а я себе могу сказать, я Виталий, Виталий Алексеевич. И мне, конечно, было желательно, хотелось бы, чтобы я был я, а не просто похож на кого-то. На хэтым выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочем с разведцем подеи у Гомелей в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова